Российские ученые-изобретатели все активнее включаются в борьбу с коронавирусом. В Роспатент поступило около 500 заявок на изобретения и полезные модели, которые помогут справиться с пандемией. Больше всего заявок от физических лиц. В основном их разработки связаны со средствами дезинфекции и индивидуальной защиты. На втором месте компании. Они чаще патентовали различные противовирусные препараты. На третьем месте по числу поданных заявок научной организации. Они представили вакцины, методы и средства терапии, а также препараты. И сейчас с нами на связи как раз представитель последней группы, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов. Сергей Александрович, здравствуйте. Одно из наиболее интересных разработок Роспатент выделил как раз вашего робота для взятия мазка. Расскажите подробнее про устройство, как оно выглядит, каким образом забирает материал. Здравствуйте, уважаемые зрители. Большое спасибо за возможность рассказать о нашей разработке. Постараюсь быть кратким и понятным. Что касается робота. Сначала немножко о предыстории. Дело в том, что с появлением пандемии мы обратили внимание, что традиционные методы медицинской помощи работают не очень эффективно. Ну, прежде всего, это то, что в постоянном риске находятся врачи. Они контактируют с больными пациентами, которые находятся в клинике. Но тогда они имеют возможность как минимум защитить себя, одев маски и специальные облачения. Но когда идет первичный прием, когда статус пациента неизвестен, вот здесь риск возрастает многократно. Почему? Потому что лаборант, который берет пробы, он находится в постоянном невидении. А человек, над которым он наклонился, из зева которого берет анализы, здоров он или не здоров, заболеет ли он, заболеет ли его семья. Это вот первое, что нас побудило начать исследование. И второе, но, как любые ученые, мы все-таки пытаемся смотреть вперед. И, конечно, не дай бог, чтобы это случилось, но если пандемия будет в более жесткой форме, более активная или более опасная для людей, как мы будем, в общем-то, реагировать на это? Не откажутся ли врачи в какой-то момент работать? Ну и так далее. Все вот такие размышления привели к тому, что необходимо, наверное, менять технологию лечения в современных условиях. Ну, я имею в виду условия пандемии. И как один из примеров мы предложили, чтобы не быть голословным, да, мы предложили вариант для взятия анализов мазков из зева у пациентов. Почему это важно? Потому что количество таких тестов очень большое. И, конечно, если можно было бы здесь снять риски, а, может быть, и автоматизировать процесс, это было бы эффективно. Значит, как работает робот на самом деле? Самое главное, что удалось сделать, это разделить пациента и лаборанта стекло. Лаборант находится в чистой зоне, не переодевается, не переоблачается. А пациент находится в условно грязной зоне, то есть в небольшую комнату он заходит, которая каждый раз после того, как пациент оттуда уходит, обрабатывается. Это может быть специальная жидкость или жесткое излучение. Значит, что происходит? Значит, пациент и лаборант отделены стеклом, в котором есть небольшое отверстие. Через это отверстие подается палочка для анализов, так называемый свап. Вот. Испытуемый находится против этого отверстия. Значит, лаборант наблюдает за зевом пациента, который открыл рот, ну так, упрощенно скажу, перед этим отверстием, через камеру. Очень хорошо видит внутреннее строение рта, очень тщательно выбирает и берет правильный мазок. После чего вот эта палочка, она называется у свап, упаковывается и идет на анализ. Ну, эксперты не раз отмечали, что неправильный результат теста может быть связан с человеческим фактором. Грубо говоря, неверно взяли материал на исследование. Вот при использовании робота этот фактор будет устранен? Да, это очень важный вопрос. Мы очень много посмотрели фильмов, да, как берется анализ. И сами были удивлены. То есть, если взять вот эту палочку свап и просто ткнуть, что называется, в полость рта, допустим, в область, где много слюны, то вероятность ошибки достаточно высока. То есть, идеально надо брать так называемые нёбные дуги. Мы знаем нёбный язычок, да, вот, который посредине находится, а слева-справа нёбная дуга. Так вот, именно с этой нёбной дуги надо брать анализы. При этом очень важно не дотрагиваться до нёбного язычка, потому что это вызывает, ну, неприятные ощущения. Робот позволяет идеально, поскольку имеет камеру и возможность увеличения, выбрать место и очень деликатно взять. То есть, когда мы на себе это испытывали, да, вот, то, как берёт робот, намного нежнее, если позволите такое слово, да, нежели берёт лаборатор. Плюс, вы абсолютно правы, повышается значительно от точности качества. Ну, таких роботов вот раньше приходилось делать, или это первый ваш подобный пример? Ну, на самом деле, я тут позволю себе похвастаться, да, мы этот робот разработали за 10 дней. Ну, не потому, что мы такие хитрые и умные, а потому что у нас достаточно большая компетенция. Мы последние 8 лет занимаемся разработкой ассистирующих устройств для медицины. В частности, мы сейчас ведём по заказу крупного российского фонда разработку абдоминального хирургического робота. И продвинулись достаточно далеко. Сейчас уже делаем операции на животных. То есть, у нас очень серьёзная компетенция. Она серьёзна как в России, так и за рубежом. И опираясь именно на неё, мы могли достаточно быстро сделать вот тот робот, о котором мы говорим. Хотя, на самом деле, в нашем понимании, таких ассистирующих устройств для условий пандемии должно быть гораздо больше. Когда и в каких регионах впоследствии можно будет встретить вашу разработку? Ну, смотрите, робот развивается по двум траекториям. Да, робот развивается, проект развивается по двум траекториям. Первая траектория – это, условно говоря, через Минздрав. Если Минздрав поставит такую задачу и определит технические требования и скажет, нам именно такая машина нужна, то это будет на их, что называется, совести. Куда они посчитают, поставят. Туда и поставят. Но мы, в общем-то, понимаем, что не всегда это в систему здравоохранения быстро можно реализовывать. Поэтому развивается коммерческая составляющая этого проекта. Ну, допустим, если время позволяет, я коротко расскажу. Мы считаем, что такие машины могут эффективно быть, допустим, для использования в аэропорту. То есть за счет того, что они быстро могут взять анализы и быстро протестировать, то человек, приехав за час раньше в аэропорт, фактически через час может получить ковид-паспорт. То есть здоров он или здоров. И вылететь в другую страну с абсолютно свежим документом. А какой будет стоимость робота? Ну, хотя бы вот примерно. Смогут ли его позволить себе муниципальные поликлиники небогатых городов? Смотрите, мы очень воспитанные инженеры. В каком смысле воспитанные? Инженеры не которые сделали и кичатся тем, что мы понимаем, что все, что мы сделали, оно должно быть так или иначе применено. Применено в нашей системе здравоохранения. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится, но она есть. Поэтому все, что мы делаем, мы прежде всего делаем с оглядкой на то, что это должно быть интегрировано. Значит, стоимость робота будет ровно такая, чтобы все анализы, которые необходимо делать с его помощью, вписывались в систему ОМС. То есть покрывались страховкой. Поэтому для обычных людей такого рода анализы будут бесплатные. Я думаю, так я на ваш вопрос отвечу. Спасибо за ответы. На связи со студией столицы был директор Института конструкторской технологической информатики Российской академии наук Сергей Шептунов.